Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач о музеях Одинцовского округа. И сегодня мы поговорим о народном промысле, в частности о таком интересном деле, как глазоплетение. А расскажет нам о нем огромный знаток русской истории Владимир Анатольевич Сизов. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, что это за такой интересный вид творчества, вид деятельности, глазоплетения. И именно ведь в этих местах оно очень распространено и испокон веков. Да, действительно. Это на самом деле уникальный вообще промысел для нашей страны. Он не совсем наш, он к нам был принесен в начале XIX века, но об этом я вам как раз сейчас и расскажу. Местные крестьяне, вотчины князей Голицыных, испокон веков занимались глазоплетением. Но занимались они таким промыслом невысокохудожественным. То есть они плели бытовые предметы из прутьев различных пород дерева, неочищенных прутьев, ну корзинкера там в том числе. То есть для себя, да? Для своего хозяйства. Для себя, да, для бытовых нужд в большей степени. И вот жена князя Дмитрия Владимировича Голицына, Татьяна Васильевна Васильчикова обратила на это внимание, что вот этот промысел, лазоплетейный ученик, здесь распространен. Но он, этот промысел, не выходит за пределы вот деятельности крестьян. И она, путешествия по Европе, она очень много ездила, где много где была, обратила внимание, что в Европе этот промысел невероятно популярен. Но плетут там совершенно другие предметы. Там очень такой высокотехнологический, можно сказать, процесс, высокохудожественный процесс. Плетут предметы быта, интерьера из ивовой лозы, очищенной ивой лозы. И вот ей захотелось местных крестьян своего отчина обучить этому искусству. Она специально наняла в Швейцарии одного из лучших мастеров, который приехал сюда, в Везюме, и начал обучать местных крестьян этому искусству. Интересно, что первый мастер, даже мы знаем имя первого мастера, который обучился этому искусству, его прозвищем, имя мы его не знаем, прозвище Голубенок. Он упоминается неоднократно в источниках, как самый старый мастер, который следит за тем, как этот промысел, как плетут молодежь. То есть сам он уже не работает, а присутствует при изготовлении. И вот где-то, наверное, в 30-х годах 19 века этот промысел начинает распространяться по местным окрестностям. Более того, Татьяна Васильевна Васильчикова, она запретила крестьянам Голицынской отчины, своей отчины, учить крестьян других деревень. Почему? Ну вот так вот. Чтобы не распространять знания. Да, да, да. И вот плели крестьяне Веземы, Малые Веземы, Горловка, Шараповка, Кобяково, Бутынь, ну и близлежащие деревни. Интересно, что после отмены крепостного права крестьянам нужно было как-то уже зарабатывать, как-то себя кормить. И они начали торговать этими предметами. А до этого они плели, это куда все? Это торговали, они продавали эти предметы, но они, можно сказать, имели малую прибыль, совсем-совсем немножко. И вот неожиданно для них эти предметы стали пользоваться невероятным спросом. В первую очередь в Москве. Приезжали купцы сюда, скупали товар и увозили уже в Москву. Сами крестьяне начали ездить где-то продавать свои предметы. И слух, известность об этом промыслу начала распространяться уже далеко. Да все дальше, дальше, за пределы Москвы. И вот в 1882 году в Москве состоялась огромная промышленная ярмарка, на которой были представлены предметы народных промысел со всей Российской империи. И вот эти предметы, заплетельные, веземские, они произвели настоящий фурор на этой ярмарке. С крестьянами совместными начали заключаться договора. В частности, начали интересоваться этим промыслом крупные промышленники. Более того, в Москве был организован первый кустарный музей народных промыслов, где вот эти предметы продавались. То есть не такой музей, как мы сейчас ходим в музее, а музей, который как шоурум. То есть выставляются экспонаты, и можно посмотреть и купить. Можно посмотреть, а можно и купить. И вот большую часть вообще прибыли этого музея стали составлять плетеные предметы, которые были сделаны здесь, произведены здесь в веземах и в окрестностях. И со временем этот промысел все больше и больше распространялся и начали выходить на уже международный уровень. В частности, австрийские бизнесмены, купцы, германские, швейцарские начали эти предметы уже покупать. То есть Российская империя начала эти предметы уже импортировать за рубеж. То есть это вообще немыслимые вообще, как говорится, дела. И вот этот кустарный музей, который был создан на основе вот той ярмарки, про которую я вам рассказывал, он, эти предметы, там есть данные, там просто какие-то баснословные суммы денег. И местные крестьяне, они достаточно как бы богатели, жили этим промыслом, богатели. И вот уже в конце девятнадцатого века они объединялись. Вообще, как этот промысел, истой, как это все происходило? Это все происходило кустарным способом. То есть крестьяне, вот они живут там, да, в каком-то своем хозяйстве, у каждого какой-то дом. И вот они прольтут эти предметы, и вот эти предметы они уже сбывают другим крестьянам, которые эти предметы продают. То есть вот такая вот была технология. И каждая семья плела какой-то свой уникальный предмет, который больше, лучше у них получался. Кто-то плел корзины, кто-то этажер. Специализация на чем-то одном. Да, кто-то этажерки, кто-то вот там мебель. И особенно это стало популярно, когда начался дачный бум. Конец девятнадцатого, начало двадцатого века. Это первый такой серьезный дачный бум. И мода на эту плетеную мебель, она была просто невероятная. Но она и сейчас есть, плетеное кресло. Сейчас уже не такая, да, сейчас не такая, конечно. А вот раньше это были самые настоящие, считались это как предметы роскоши, предметы вот такого хорошего вкуса. Почему? Потому что Россия подорожала, в основном Франции, да. В Европе. И в Европе, да. И вот во Франции, если это юг Франции, там до сих пор любой какой-то маленький хотя бы ресторанчик, там мебель будет плетеная. Обязательно плетеная, да. Да, все будет плетеное. И вот из этой самой еды... Она не отказалась на своей даче иметь плетеную мебель. Да, да. Это же красиво. А может быть какой-нибудь секрет? Как они делали? Как они собирали материал? Как обрабатывали? Это сложная технология на самом-то деле. Хотя бы примерно. На самом-то деле, это не просто, как говорится, взял там, да, и вырастил, вырастил иву, и вырастил иву, и начал, как говорится, плести. Это серьезная технология. Ива, это специальная, специальная ива, ива кустовая. Это не та ива, которая растет у нас повсеместно. Это специальные сорта ивы закупались, сажались. В основном они сажались по рекам. И ива, это срезалось. Более того, ее нужно было срезать, ну, где-то, наверное, до середины июня. Почему? Потому что до того момента, когда начнется, когда вот начнется сокодвижение. Сокодвижение, да. Да, и эта ивовая ветвь срезалась, ее запаривали, некоторое время ее отпаривали. С нее срезали кору. Чтобы она была гибкой, гладкой, красивой. Да, чтобы она не ломалась, не трескалась. Ее в специальных травах запаривали. Потом пропускали через специальные станки, срезая кору. Формировали нужную толщину у прутьев, нужную форму у прутьев. Где-то там требовались круглые прутья. Где-то они были немножко другой формы. И уже происходило само плетение. И способов плетения я знаю много. То есть разными способами. Притом интересно, что плели люди среднего возраста. Дети и люди старшего возраста, они больше занимались заготовкой этого материала. Почему плели люди среднего возраста? Потому что это требовало, во-первых, хорошего зрения. Потому что на самом-то деле кажется нам, что это так вот берешь и плетешь. Нет. Глаза очень сильно страдали, очень страдали руки. И у крестьян уже, которые занимались этим промыслом, которые были старше 35-40 лет, у них уже были все болезни рук, которые были известны. И поэтому уже плести они не могли. Занимать это было тяжело. Тяжелая, да, это была работа. Причем женщины с мужчинами плели наравне, одинаково. И вот, соответственно, таким образом они вот этим занимались. И уже в конце, в конце 19-го, начало 20-го века было организовано складочно-потребительское общество. Здесь, в Голицыно, до сих пор сохранилось здание, где оно располагалось. И был организован кустарный музей. Ну, тоже по типу шоурума. Где, во-первых, производили обучение новых мастеров. Где музей, который сбывал также и продукцию этих местных крестьян. Ну, и вообще как-то там участвовал в их социальной жизни. Вот, и вплоть до революции этот промысел был невероятно популярен. И веземские крестьяне читались зажиточными. Достаточно посмотреть даже на современные сохранившиеся дома, которые остались в изюмах к началу 20-го века. В Голицыно, как раз, которые принадлежали многим крестьянам. То есть они, по сравнению с крестьянами других районов Российской империи, они, конечно, очень сильно выделялись на своем фоне. Они были образованными. Ну, и как до современности дошло это дело? Не совсем дошло, можно так сказать. После революции этот промысел был взят уже на государственные рельсы. Но, тем не менее, спрос с каждым годом, он, конечно, падал постепенно. Ну, в связи с событиями, которые происходили в нашей стране. Еще он держался во время НЭПа, а уже в период коллективизации, индустриализации, все постепенно начинает меняться. Но, тем не менее, веземские крестьяне славились тем, что плели корзины для воздушных шаров. В то время был такой бум воздушных шаров. Которые поднимаются в небо. Да, да, да. Корзины, вот эти вот, они тоже были должны, были сплетены определенным образом. Также для дирижаблей делали определенную деталь, которая делалась только из плетения. Это такие закрылки специальные. И вот, которые вот там разгоняют как-то воздух. Тоже очень много заказывало. Причем правительство заказывало, само для дирижаблей. Вот. И также еще один такой был интересный заказ. Уже, по-моему, в 30, боюсь ошибиться, по-моему, в 36 году, на день рождения Сталина, у веземских крестьян заказали огромного лебедя, который они сплели. Это очень такая большая была конструкция. И Сталину этот лебедь стоял в Кремле. И из этого лебедя, вот там прятались дети. И они вот как бы вышли в определенный момент и подавили Сталину цветы. Этого лебедя как раз производили веземские мастера. И уже после войны, после Великой Отечественной войны, этот промысел был переведен в Кобяково, где была открыта фабрика по лозаплетению. Но, к сожалению, большого успеха, былого успеха промысел уже не имел. Но, тем не менее, эта фабрика работает по сей день. Там можно заказать себе стулья, столы, корзины, какие-то предметы декора, интерьера. То есть до сих пор там можно на заказ что-то себе, да? Да, до сих пор можно что-то себе заказать. Владимир, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ. Будем надеяться, что этот промысел будет развиваться и дальше. Да, спасибо вам большое за ваш интерес к этому промыслу. Будем надеяться, что он будет развиваться и станет так же популярен, как и прежде. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах. Мы расскажем вам о других интересных местах, о великих людях, событиях, которые происходили в нашем Детцовском округе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!